Всем привет! Меня зовут Ирина, мне 32 года, я из Санкт-Петербурга. Я закончила 26-й поток курсов интенсива VDI и защищалась я с 27-м потоком за то, что я заболела. После прохождения этих курсов я отправляла свое портфолио в разные веб-студии, искала работу именно в студии, потому что понимала, что моего уровня для фриланса недостаточно. Я бы не смогла дать то качество, которое мне бы хотелось давать заказчикам, поэтому я решила сначала прокачаться через студию, искала работу один месяц и однажды просто отправила свое портфолио в студию Артемия Лепедева и меня взяли. Теперь я в Москве. Вообще в дизайне с 2012 года я работала графическим дизайнером, в основном дизайнером полиграфии. Вообще работала маркетологом, но постоянно это перекрещивалось с какими-то простыми макетами для полиграфии, для сувенирки, там выставки, мерч. То есть все было достаточно просто, ну и легкие фрилансики. И в один прекрасный момент я поняла, что эта вся сфера умирает, все переходит в веб, все переходит в интернет и нужно срочно учиться и срочно тоже переходить туда, для того, чтобы просто не потерять работу, потому что больше ничего я не умею, кроме дизайна. Вот, и поэтому я начала искать курсы по веб-дизайну. Искала, чтобы было достаточно, ну, короче, я искала идеальное соотношение на цены и качества, чтобы была насыщенная программа, чтобы у меня было портфолио, и чтобы это было достаточно недорого, ну, во всяком случае, для современного нашего общества. Вот, и я выбирала между двумя школами, среди них был BDI, и мой друг сказал, что выбирай BDI, потому что я сам прошел 23-й поток, вот, и поэтому я выбрала BDI. Да, да, я оканчивала курс полиграфического дизайна, именно на полиграфию, и в процессе прохождения интенсива BDI я поняла, что это вообще небо и земля, это очень много различных нюансов, и перекрещивается только основа основ по типу, там, основы композиции, основы света, вот, а именно, так скажем, нюансы самого дизайна и зачем это нужно, это абсолютно разные вещи, разные задачи решаются, и веб-дизайнеры, это, мне кажется, еще даже больше универсальные профи, чем дизайнер полиграфии, то есть дизайнер полиграфии, он должен узнать одно, именно там, про краски, про печать, про эти машины, про бумагу, а веб-дизайнер должен узнать, вообще, мне кажется, все в этом мире, для того, чтобы хорошо решать задачи. Вообще, я заканчивала колледж по образованию, я бухгалтер, и я заканчивала вуз экономист-менеджер в машиностроении. Это было еще в Екатеринбурге, это УГТУПИ, я думаю, все знают, кто в Екатеринбурге, ну вот, и ни дня я не работала по специальности, вообще никогда. Ох, это было очень тяжело, это было очень сложно, это было очень больно, это просто иногда я не могла смириться с критикой, абсолютно, отцеловала со всем, иногда я заваливала задания, ну, просто там не успевала из-за работы, из-за еще из-за чего-то, так как я работала удаленно, я считаю, что мне повезло, у меня было немножко больше времени, я не представляю, как ребята заканчивали, которые работают в офисе, потому что это очень тяжело и очень больно, очень сложно, и нужно действительно самомотивироваться и иметь четкую цель и силу для того, чтобы все-таки греть и до конца, потому что это реально очень тяжело. То есть в первый месяц такой запал, ты там хэй-хэй, еще все просто, а в втором месяце ты уже просто, ну, бесишься, не можешь, не успеваешь, куча всего, и, ну, еще есть личные дела, проблемы, и поэтому, ну, это очень тяжело. Нужно прямо сразу, только начинается потоп, всех своих друзей предупредить о том, что меня нет на два месяца, выключить сотовый телефон, забыть про сигулянт, вообще про все, и вот только компьютер с проектом и, ну, там, работа или что-то еще, и все. То есть это было прям, мне было очень тяжело. Особенно справиться с критикой мне было очень тяжело. Все дизайнеры просто, они думают, что они самые лучшие и самые великие дизайнеры. Если ты приходишь в каком-то с опытом дизайне, а там все новички, и тебе говорят, что ты делаешь, что все не так. Да, особенно когда ты перепрофилируешься, то есть, ну, я, конечно, сказала про различные нюансы, то есть в полиграфии это одни нюансы и в мерче, а в вебе это другие нюансы, и ты-то думаешь, что ты уже все знаешь, а на самом деле нет, и тут происходит ломка, и это тяжело. Но если ты-то преодолеваешь, то все получается, все изменилось. Вообще, абсолютно изменилось все после, даже не после защиты, а именно когда вот все вот закончилось. Ну, мой 26-й потом защищался, я, к сожалению, нет. Но вот уже в этот период все изменилось, потому что когда ты заходишь на любой сайт, ты уже что-то видишь в любом сайте, всегда, даже кто бы его не сделал, другой дизайнер стал видеть какие-то косяки или как бы он сделал по-своему. И это прикольно, ну, профдеформация небольшая, но все равно это прикольно, потому что ты уже видишь, ааа, я знаю этот прием, ааа, вот почему он так сделал. Проблемы были с верстальщиками. С кодерами очень сильно с ними, конечно, потому что у нас был семинар с верстальщиком после защиты, я, к сожалению, не посмотрела, я уже прямо на практике сразу общалась с верстальщиками и встретила проблем, потому что какие-то вопросы я не учла при своем дизайне, которые иногда... Ну, там, не все студии имеют ресурсы для того, чтобы их реализовать. Вот, то есть сначала я сотрудничала с другой вот студией, не с Лебедевым, и, ну, там были действительно проблемы, то есть мы даже переделывали дизайн уже после утверждения заказчикам, потому что верстальщик просто не мог реализовать то, что я нарисовала. Вот, а я не знала, как объяснить это с точки зрения кода или там еще какие-то нюансы. Ну, я не программист, я и не должна этого знать, хотя должна, на самом деле, дизайнер должен знать все. Ну, бывают проблемные заказчики, именно работа с клиентом, когда ты на фрилансе, то есть, ну, не всегда получалось договориться, не всегда ты понимаешь, что вообще от тебя хотят. Это, ну, приходит с опытом, но сначала тоже тяжело. Да, мы общаемся с моим другом Юрой с 23-го потока, Юра, Данила, привет, тебя! Вот, а еще с парой девочкой мы общаемся с моим потоком с 26-го. Ну, и вот от Димы я получила отклик и поддержку, когда я написала ответ на его пост, когда он переживал и нервничал, что все хорошо, и я тоже переживала и нервничала, хорошо ли у меня, и, ну, это сложно, когда такие перемены в жизни, и он ответил, и мы поддержали друг друга, и это классно, что такая маленькая секта BDI, и ты должен помнить, что ты не один, даже после того, как ты закончил интенсив. Из Москвы я не уеду, пока я не стану арт-директором. У тебя есть какое-то, там, примерно представление, там, сколько это времени займет? Да, конечно, я поставила себе полтора года. Полтора года в арт-директоре? Да, это прям максимум, то есть какие-то промежуточные результаты я буду чекать сама себе в марте следующего года, потому что в марте у меня вот это вот все затянулось, закрутилось, завертелось и переехала сюда, в Москву, и вот через год я буду чекать свои промежуточные результаты, то есть если я уже стану сеньором, я считаю, что это уже результат, а если не стану, то буду смотреть, что я делала не так, а я думаю, что стану. Ну, определяется с профессией решить выбрать век, но в вузах не учат на веб-дизайнерах, в вузах учат, там, градостроительство, ну, в архитектурных и так далее, но если ты чувствуешь к этому тягу, то сто процентов надо идти, и потом уже как под профессию выбирать веб-дизайн. Если вы выбираете веб-дизайн, обязательно идите, потому что в этой сфере еще можно снять сливки, еще можно как-то заработать, как-то продвинуться, в остальных сферах дизайна уже точно нет, уже все занято, попилено и поделено, но тоже уже придется постараться, потому что каждый второй дизайнер, каждый третий фотограф, каждый четвертый у нас маркетолог, все творческие личности, и будет тяжело, но это можно, все зависит от вас, мне хватает. Если когда-нибудь мы повстречаемся лично, я скажу ему «Дима!» и обнимемся. Я не советую идти в веб, если вы сомневаетесь в себе, я не советую идти в веб, если у вас есть какие-то внутренние противоречия, я не советую идти в веб, если у вас нету целеустремленности, внутренней силы, стержня, самомотивации, если у вас есть хотя бы на 1% качество размазни, то точно не надо идти. Я не советую идти в веб, если вы с этим точно не определились, я не советую идти в веб, если у вас нету на это денег, потому что в свое образование нужно будет достаточно хорошо вложиться, и оно у меня окупилось, не знаю, как у вас, у меня уже окупилось и приносит только плюс, но для этого я и поработала хорошенечко, то есть если у вас лень, если у вас все так на расслабончике, то так не выйдет. Ну, на самом деле, на сайте студии всегда есть открытый раздел «Вакансии», вы всегда можете посмотреть вакансии, посмотреть тестовые, отправить тестовые, отправить сопроводительные письма. Я в студию пришла, я увидела клич в канале Телеграм у Темы, и там было написано, типа, «Псс, Заюша, есть веб-дизайнеры знакомые, пусть отправят мне портфолио». И я подумала, почему бы и нет. Отправила в свое портфолио и написала сопроводительное письмо о том, что у вас есть шанс вырастить из юниора-сеньора. Через пару дней меня просто пригласили на собеседование по скайпу, а еще через пару дней меня пригласили переехать в Москву. Собеседование было очень сложное, очень тяжелое, и вообще работать в студии, о, работать в студии, вы всегда можете прочитать у них на сайте, это все очень подробно описано, и это действительно так. Ну, там были вопросы не про то, что, а знаешь ли основу композиции, а там были вопросы о том, что, как ты считаешь, какие задачи решает он дизайнер, вообще зачем он нужен, и мое отношение к этому по всему, и к внешнему миру, и к интернету. Нет, конечно, это запрещено. Да. Студия оплачивает 100% твоего рабочего времени, и никаких плеваков нам просто нельзя делать, да нет на это времени. Просто потому что все время есть студия.